До долгожданной премьеры остаются считанные мгновения, и сказать, что зал Центра досуга Мамонова переполнен, значит ничего не сказать, даже встать негде. Зрители, среди которых и взрослые, и дети, с нетерпением ждут постановку известнейшей сказки Леонида Филатова про Федота Стрельца, удалого молодца. Наконец слышны громкие аплодисменты, и занавес открывается. На тебя, моя душа, век глядел бы не дыша, только стать твоим супругом мне не светит ни шиша. Взяться за сказ про Федота стало для театральной студии Базилюры шагом смелым, но рискованным. Здесь все проговорено, понимаете, вот в этом специфика литературного театра, и, конечно, мы сейчас действуем на грани, это первый опыт, мы посмотрим, вообще имеет ли право это на существование. Хотя на таганке сейчас опять поставили про Федота Стрельца. Произведение опубликовано еще в 1986 году, с тех пор свет увидело множество постановок. И, конечно, ни с чем не сравним телеспектакль, где сам автор, знаменитый актер Леонид Филатов один сыграл все роли. Внимательно посмотреть эту мастерски сыгранную постановку – вот первое, что сделали ребята, когда задумались про Федота Стрельца. Вообще же к премьере они готовились несколько месяцев. За плечами многочисленные репетиции, кропотливая работа над образами и не менее усердная над собой. Все по Станиславскому. Екатерина Винокурова в Базилюре уже шесть лет. Сегодня девушка в зрительном зале, а не на сцене, но очень волнуется за коллег. Я ожидаю увидеть тот эффект вау, который обычно производят наши спектакли, потому что даже на прогонах, прямо перед самым спектаклем, у нас вообще такая суматоха, ничего не понятно, будут косяки, не будут. Всего в коллективе 26 человек. Многие из них занимаются годами. И пусть ребята не станут в будущем звездами под мосток, но учеба в театральной студии – это не только веселый, интересный досуг, но и бесценный опыт. Мы ставим задачу, наверное, дать возможность людям раскрепоститься, уметь себя хорошо социально проявлять. Театр – это искусство коллективное. И, к сожалению, сейчас недостаток общения, все сидят в интернетах, они не помогают людям хорошо выразиться, выразить себя. Понимаете, какие-то контактные навыки не воспитаются. Вот театр дает возможность это воспитать. Почти полтора часа премьерного спектакля пролетели как один миг и принесли зрителям немало ярких моментов. Хитросплетение судьбы Федота Стрельца и других персонажей постановки никого не оставили равнодушными. Премьера удалась, впечатление самое благостное. Дети стараются, дети молодцы. Я думаю, что они поняли, о чем эта вещь и стараются донести это до зрителей. Со своими ролями они справились, что все было хорошо. Я считаю, что совершенно прекрасно Филатова показали. Ребята молодцы, просто замечательные. Вот, вы знаете, вот каждый спектакль, вот они выкладываются на все сто процентов. Они играют как вот настоящие театр, ну, артисты. Обещают юные артисты баловать новыми постановками свою публику и дальше. А чем именно? Ребята пока держат в секрете. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.